Не ходите мы тебе на лесочек Выразительный голос и артистизм. Молодая солистка Елизавета Нагорная получила высокую оценку жюри и вернулась с конкурса исполнителей народной песни имени Надежды Плевицкой с дипломом лауреата третьей степени. Это первый серьезный такой конкурс, всероссийский. Тем более в жюри были люди и из Гнесинки преподаватели. Конкуренция была большая. 40 человек было солистов. Было очень много таких же, как я. Мы с ним познакомились, обменялись опытом. Также диплом лауреата третьей степени привезла и фольклорная группа ансамбля «Белогорье». Седьмой всероссийский конкурс исполнителей народной песни имени Надежды Плевицкой – один из самых престижных в стране. Это творческое состязание отличает высокая конкуренция. Конкурс для нас очень высокая планка, потому что их всего таких конкурсов осталось три. Всероссийских. То есть это конкурс Руслановой, конкурс Надежды Плевицкой и «Голоса России». И вот как раз у нас первый шаг был сделан. Мы съездили на Плевицкой. Надеемся, в следующем году поедем на конкурс «Голоса России». Песня под названием «Как на горке». Ее отыскали в одной из деревень региона и записали сами артисты. Фольклор Белгородской области – основа репертуара ансамбля. Акомбонируя себе на традиционных русских инструментах, музыканты с легкостью переходят от задорных песен к разудалому пересеку. Впрочем, не только красотой голосов и народных танцев привлекает зрителей коллектив. Каждый, даже тот, кто далек от фольклористики, оценит изящество костюмов артистов. Многие из них бережно хранятся все 45 лет существования коллектива и передаются от одного артистического поколения к другому. Половина ручной работы. Это делали наши белгородские ателье в то время. Все нашито руками, подшито. Вот это может быть машинная вышивка, а вот это может быть окаймление. Все-таки это ручная работа. Ансамбль песни и танца «Белогорье» вырос из коллектива народной самодеятельности одного из белгородских предприятий. Сейчас этот уже абсолютно профессиональный состав бывает частым гостем на разного рода международных конкурсах. Активно артисты разъезжают и по селам региона. Сейчас уникальность в том, я думаю, что коллектива, что, во-первых, поют они многое, то, что не поет никто. То, что они и танцуют, и читают стихи. Сейчас коллектив готовит концертную программу, посвященную творчеству Сергея Есенина. Премьера назначена на конец ноября. Фрагмент постановки первой услышала наша съемочная группа. Выходили парни бравые за говелные плитни, а девчоночки утка. Татьяна Красикова, Павел Емирин. К этому часу. Белгород.